Ровно полвека назад марка Ламборгини впервые выкатила модель Кунташ, которой оказалось суждено стать культовой. То был прототип, подготовленный студией Бертоне, а серийная история суперкара началась чуть позже, в 1974. Прожив полтора десятилетия, Кунташ подарил жизнь наследнику Диабло, из которого затем вышли Мурсиелого и Авентадор. Последнему вскоре предстоит отправиться на заслуженную пенсию, а преемником предстоит оказаться Кунташу. Да-да, в компании решили возродить легендарное имя. Как выяснили инсайдеры, полный индекс будущей модели LPI-804, Longitudinale Posterior Hybrid, а значит нас ждет 800-сильный заднемоторный полноприводный гибридомобиль. Есть версия, что гибридной начинкой поделится Ламборгини Сиан. Проще говоря, в движение воскресший Кунташ будет приводить 6,5-литровый V12, которому поможет скромный электромоторчик на 34 силы, запитанный от суперконденсатора. Потенциальных покупателей нового Ламборгини наверняка заинтересует новость от концерна Daimler. Мерседесовское подразделение ГАРД выпустило бронированную версию новейшего С-класса. И это без преувеличения революционный автомобиль. Как минимум потому, что это наиболее защищенный легковой автомобиль на рынке, ведь седан целиком соответствует уровню защиты VR10. Скажем, у конкурента Audi A8 Security этому классу отвечают лишь отдельные зоны кузова. Чтобы было понятнее, бронированный под 10-му классу автомобиль запросто защитит своих пассажиров от очереди из автомата, а также остановит бронебойную пулю, выпущенную из снайперской винтовки Драгунова. Ради достижения таких результатов инженерам пришлось полностью перекроить силовую структуру исходного Мерседеса, на которую навесили керамическую и стальную броню. Кроме того, в кузов вставлены стекла аж 10-сантиметровой толщины. При массе свыше 4 тонн, что, кстати, сравнительно немного, создатели отрядили S-классу 12-цилиндровый битурбомотор, а также систему полного привода. Хотя раньше отделение ГАРД занималось строго заднеприводными версиями. Разумеется, трансмиссию и подвеску пришлось радикально усиливать, плюс внедрить специальные шины. Разумеется, за такой объем переделок придется отдать серьезную сумму. В Германии защищенный седан стоит больше полумиллиона евро. На изготовление заказанного экземпляра немецкие спецы берут минимум 51 рабочий день. И это без учета возможной очереди. А очереди наверняка будут.